Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я бы уже, кстати, начал петь припев, я не знаю, почему так долго разгоняет Коля, ты слышишь, что происходит? Тебе же показывали? Ну, конечно Коля, ты сделал всего лишь 13 минут стрима из-за меня Блядь, кто же знал, что ты пошел стримить? Я же вчера спрашивал, такой, не, нахуй надо, вот так Это же не Дососин был? Бля, вполне вероятно, это ебнутый Дососин был, да? Так, нет, какой-то другой его реплика Бум... Бумтими, еб твою мать Тройку лидеров из каких-то соображений решил провести некоторые параллели Уэр я могу сравнить с амфетамином Я не пью его часто, он разгоняет меня слишком сильно Я заваливаю т... Ой, бля Что нажал просто так? Так как албатчик, его можно даже девочкам, но лучше висутствие мальчика Итак, первую строчку моего очень парада Я смело отдаю большому красному халапу Вот что мне понравилось, так это да хум пау, чай Алло, алло Алло, алло, алло Все, мы дослушаем Я не пьяница здесь, Вася, я оставая траву Люблю чай, так панда любит бамбук Так же, как любит литрюк, тут траву В чайной бухе без облана, нет, да, не пил Вот, там, ты че, я не пью, я пью, я пью, я пью, я пью Высидь, высидай, мне иметь, и сяк, я пью, я пью, я пью Да весь состав из моих рук любит кул Распособленный без цели с присовами круг Это чайный пьяниц Ну че, вы сяня, присяли, взяли Смареха, да хум пау, буэрчи, перешли, сяня Ну, куришь, не куришь, красава, я тоже бросаю Шучу, просто милый в ларек Да и вставила, не слабо, сколько под... Ха-ха-ха, блядь, жестко, блядь, вы восстанутся своими аишками Играетесь, да, вот это все делаете Это же, блядь, метка дьявола, все, вы в курсе, эти аи Посмотри, что они делают Посмотри, как они делают Это все метка дьявола, вы знали? Это Илон Маск придумал, черт галимый кончный Я уже попросил у Гидмана конкретную песню, он сделает Конкретную, определенную? Определенно, определенная на фите Бля, капец, Гидман, ты че, угораешь? Но это сильно Ты говоришь, вчера то же самое, не может быть, это был не я Это была нейросетка, вместо меня говорила Вас объебать уже как с этими технологиями Че там еще есть, такое еще? Но мы вчера кучу, мы вчера кучу каких послушали Хватку дорогам, два пип, бочка, снова запидастся В твоем парте Это Петрик Путяха? Это Петрик Путяха Сто, я дочка, никогда не кончится, час в микрофон без файла, гава, каплайс крыши Слава богу, мы не карта, вы слава богу Там когда про Данилу Багрова будет, стопой А че там, запретка? Там, следующая строка запретка, да А это та, это тот трек, где он говорит Да, где бгад А не это, я хотел сказать, который Слышь, мент, нахуй, ну как ноги, нахуй Да, 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 тоже здесь Да, 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 да О, Вова, не Банила Бадров пошел, я не знаю, слушать не слушать Там было, твитая стрипла Бамфу и стажем дропадан, я, я, хуй ты услышишь На радио, маяк, эту тему, весы, н анины бедре Уже было? Если че, осуждаю? Я не услышал ничего А, прикинь, Гидман, походу, специально зацензурил Он так уже А, но Гидман все может Слушай, кто управляет неросетками, тот управляет миром Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сегодня вот стримил, а вы не приходили. Так, ну че, я готов. Ой, вы готовы? Да, конечно. Так, с... А, Ярик плачет, надо его пригласить. Пиздец, блядь. Друзей себе завел. Так. Блин, какой интересно, стрик у Ярика на появлениях на стримах. Сто процентный. Уже надоел, блядь. Ой, блядь. Вообще не помню ни одного стрима за последние 30 лет. Я вообще тоже не знаю, что происходит. Блин, а я не могу. Отстать от меня не может, блядь. Как будто бы у меня ребенок появился. Так. А че я почти говорил? Я терпеть не могу, Ярика. Вот. Я ненавижу его. Он приходит и портит каждый стрим. Так. Ну ничего, скоро я избавлюсь от всех, короче, так называемых друзей, блядь. Потому что рекламодатели по силу к роду предложили мне сыграть в коллабе с другим стримером, с другим типом. Я, короче, не знаю, кто это, но он лютый. Он тоже, короче, стримит один раз в два месяца. Один раз в два месяца. И стримит Лигу Мобайл. И наводит. Четыре ввода на канале, и на них 50к просмотров. Что? Кто этот человек? Китаец. Китаец, скорее всего. Один-два раза в месяц стримит тип. Лигу Мобайл. Я хочу с ним поиграть. Мне предложили с ним в силу к роду биться нормально так. Только я не знаю, о чем мы будем говорить. Так как это интимная обстановка, и силу к роду играть только со своими можно. Это же даже не моба, не соревновательное что-то. Кстати, поставлю-ка я, пока мы будем смотреть, на Блустакс Лигу Мобайл. Я так чувствую, что просмотры у этой игры вообще-то, блядь, растут как у Доты. Так, а ну-ка. Может, она уже есть? Я просто недавно чистил свой Блустакс, наверное, уже все удалил. Я вообще, кстати, у меня появилась мечта. Я хочу стать стримером, короче. Хочу, короче... Мне заебало то, чем я занимаюсь. Я, короче, хочу просто молчать, блядь, запускать компьютер, играть в Лигу Мобайл. И чтобы вообще, пиздец, все как дристали с этого, кайфовали. Писались, девочки, хочу, чтобы писались. Такс. Мне это очень нравится. Ты хочешь стать стримером? Нам. И, ну, в ру-регионе, где 30 лет подряд уже одну доту смотрят из Моб. Сука, это вообще пиздец. Ты выбираешь Лигу Мобайл. Ну, придется это самое делать, брейк-тру, блядь. Придется, ну, научить народ, блядь. Ну, должны же мы поспевать за Западом или за Востоком, без разницы. Если ты будешь Лигу Мобайл стрим, мне кажется, ни одного зрителя больше 40 килограмм не будет. Бля, прикинь, что ты-то... О, что, Гриш, больше 40 килограмм? Это... Маленький дыр. Вначале испугался, потом обрадовался. А я испугался, потому что чуть слово на пи не сказал. Прикинь, захотелось. Так. Лигу, эй, 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 эй. Мобайл. Бля, пошли бы в доту нормально сейчас. Ты думаешь, придут на доту? Мне кажется, придут на берегу мобайл. Я вот сейчас установлю, посмотрю, что с онлайном будет. Я доту не понимаю. Мне плохо. Я когда в доту представляю, у меня, короче, недавно снилось, что я играю в доту, и меня, короче, блядь, мозги пропарили, этой хуйней прокомпостировали. Мне тоже. Мне снилось, что я играю в доту, и у меня ощущение, знаешь, как это управление тачкой во сне. Нихуя не идет, блядь. Жму куда-то, он между этих мобов, толстый, жирный персонаж, ворочается, крутится, меня и будут какие-то противники. Так, там сейчас новый тренд, можно просто в кастомку играть, и там не нужно уметь играть, и все. И по сути, да, все доту все равно смотрят. Бля, ладно, 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 давай сегодня установлю, давай, окей. Да у тебя установлено, я не знаю. Да нет, я удалил вчера, не вчера, а позавчера, у меня же компьютер Blue Screen Dead, мне пришлось удалить. Так, сейчас быстренько обновление сделаем. В турбо, блядь, ну придется, раз это популярно, блядь, ну или научить все-таки ру-комьюнити мобайл леггенс. Бэнк-бэнк, блядь, 21-25. Что за угар, мы вообще видео успеваем посмотреть перед силкротом? Ну конечно. А сегодня силкрот будет? Да. А сегодня дота будет? Угу. Тишком возьми в бэнк-бэнк, прошу. Пожалуйста, кто-нибудь поиграйте со мной в бэнк-бэнк, блядь, по дискорду, мне так заебало. Мне так надоело, что там творится. Крейсер Актер. Какая симпатичная девушка. Не гуеба белла? Такая существует? Ага. Анжелия Митчелл. Ну это я так. Угу, угу. Здесь что, фемейл. Нет, Хайден. Никто не узнает твою. Анжела Митчелл, 23. Окей. Подожди, или свичнуть аккаунты. Зачем? Этого достаточно. You have created accounts in North Service. Confirm script tutorial. Skip, skip. Бэнк-бэнк. Сразу третий левел есть. Хоть за стримным, а как это... Там пудж есть? Есть, есть, я играю на пудже здесь. О-о-о-о, стрим, 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 стрим. Да, я хукаю как лютый. Что это за уродина? Подожди, а у них на... Что это за гомно? Подожди. На телефоне не такая графика. На телефоне другая графика. Он мне заставляет играть. Я не могу пацаны начать просмотр. Он мне показывает, куда тыкать в старт гейм. Не, ну ёк твою мать, игру нашло. Ты растянул типа картинку, но она не настоящая. У нас если ты её как бы просто масштабировал, а надо выставить... Нет, там буквально модельки другие, отвечаю, модельки другие. Прям вообще, надо настройки мне срочно. Что-то с ней не так, очень плохо. Ну ты позоришь, я со мной так никто не будет. Я, к сожалению, дропаю катку, пацаны, сорян, с АФКшником поиграйте. Что ты опять жрёшь? Ты чё, каждый день жрёшь, что ли? Почему фотка каждый день, блядь, с едой я вижу? Так, это что? Подожди. Это лакричные... Лакричные хуйцы, подожди, ты не поверишь, Коля? Ты прежде чем сказать, я такой сижу и думаю, лакричные хуйцы. И ты говоришь. На Мэш Потейтос. Мэш Потейтос почему-то зелёное, будто радиоактивное, с радием. Ага, ну и вот эти вот взорванные рвань, вот это тоже нормально. Переварил слегка, но всё равно вкусно. Кока-колу поставился, я добавил льда. О, как хорошо. У него ещё стакан, в котором другой стакан. Нихуя. Да-да, это стакан Мёбиуса. Я хочу думать, что это не дома он, а вот из этой клюёнки он в шашлычку заходит. Ну, типа, в себя на районе каждый ужин. Я в так жил. Пошли в доту. Так, да-да-да-да, я согласен, пацаны, походу, это надо. Последний вариант. Да-да-да-да, всё в доту играем, так. Всё-всё, поставил на скачку? Давай, поставлю. Но. Давай-давай. Ну, давай. Давай-давай-давай-давай. Чтобы смотреть, будем или нет, давай. Сим. А чё пиво не открывается? О, господи. Дота, да под пиво. Опа, есть. Да ты создан. Вот это да. Как будто-то кто такой. Авдур, Агмар, Агим, Фараон. Так. Так. Магазин. Она же в магазине лежит. Так, сейчас мы зайдём. Скидки до 90%. Дота или Диабло? Так, дота. Как же на каждом этапе ты хочешь свернуть. Есть установка? Есть, есть. Ну, всё, хорошо. Что-то интернет лагает, мне ничего не качается, там. Погнали. Смотри новый выпуск раньше, если я понял. Пока есть видео? Нормально. Жутко. Мне неплохо инкруха. Спуки. Всем привет, мы авторы и ведущие проекта Спуки. Спуки. И по официальным данным медицинских учреждений мы ещё ни разу не сходили с ума. А ты что, ещё играешь? Цель этого проекта подискутировать о вещах и на темы, которые нам интересны, которые нам непонятны. Возможно, для кого-то даже они будут несколько пугающими. Сразу хотим сказать, что мы не пытаемся стать истиной в последней инстанции. Мы ничего не навязываем и не насаждаем. Мы просто хотим поговорить о вещах, которые сейчас многим кажутся. Это что такое, пацаны? Это что, ждите секундочку. Что такое? Ебать, тип хорошо живёт. Хорошо живёт. В доставке питается. У меня вопрос, почему бургера 2? Ты что нахер? Ты что нахер? Да когда мистер Лис стоит, две блабанки, он с девочкой сидит. Ну или с девочкой, или он просто в натуре мощный мужик. Слушай... Ну ты говно. Ты видел хоть раз, чтобы в доставке поставляли 5 куриных крыльев? Не 6, не 4, 5. Это как вообще, это как-то, блядь, некрасиво. Это чтобы за последнее драться. Это чтобы не как покойничку, чтобы нечётное. Я хотел чисто на твой фуд-блогерский взгляд. Ты вот сказал мне, что вот это за дрянь у него лежит здесь рядом с картохой. Слушай, я думал это печеницель. Я думал это навалено. В любом случае это красиво. И очень вкусно. Доставки по-другому не бывают. Если это печень, то это невкусно. В любом случае как шоколадный торт с укропом. Да, сало с шоколадом. Так, ребят, всё, начинаем просмотреть. Я чокаю с вами бутылка пива. Антинаучными и мракобесными. В общем, мы об этом всём поговорим. А уж какое мнение вы сформируете, это исключительно ваше личное дело. Ну всё, я пиво выпил. Не знаю, реально одной бутылочки мало было. Отлично. Максим, Ирина, спасибо большое, что пришли. Я знаю, у вас есть YouTube-канал, и не один. Вот, я хочу оттуда зачитать описание о канале, чтобы было примерно понятно, что происходит. Канал называется «Ирина Подзорова». Описание. Я контактёр с внеземными цивилизациями с 1999 года. Цель создания данного канала – поделиться со всеми желающими той информацией, которую я… Она такая довольная сидеть, это пиздец, как ей нравится. Она уже жалена. Она вообще-то была обстановка хорошая. Я контактёр. Я контактёр. Ирина, вопрос к вам. Как это происходит вообще? То есть, как вы поняли, что вы являетесь контактёром? Не испугало ли это вас? Как это произошло вообще? Просто мне кажется, что… Дима, ну часа три. Да, это довольно необычный опыт. И я, например, не знаю, как я бы с ним справлялся. Да. Ну, да, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. 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 Я… Первый контакт у меня произошёл, когда у меня было 13 лет. Это был физический контакт. То есть, я на тот момент жила в селе. И когда вечером я гуляла по улице, я увидела космический корабль. Анунаки в сёла приезжают, чтобы снимать тело от нормальных. И оттуда вышли существа, которые пригласили меня посетить их планету. И они мне пригласили… Вообще-то, я вас уверен, с этой женщиной уважительно, пожалуйста, обращайтесь и не шутите на ней, не смейтесь. Это некрасиво. Во-первых, когда старше. И я, естественно, согласилась, потому что я понимала на тот момент времени, что больше такого предложения не поступит. А вас не испугало это? Нет. Как ты второй раз одну и ту же банковку? Если бы это были злые существа, злые наполнитяне, они бы у меня разрешения не спрашивали. Они бы меня просто похитили и всё. Ну да, лезвие там. А так как они у меня спрашивают разрешения, и чтобы я зашла в этот корабль, значит, они уже учитывают моё желание. А если они учитывают моё желание, значит, они желают мне добра. Вот такая у меня была логика. Ну, логика абсолютно понятная, да. То есть, вы… Получается, они вам передали какие-то знания? Либо… Как это? Как вы… Какой момент вы поняли, что у вас есть этот дар? После первого контакта, когда я посетила планету, которая… Она называется Дараал, она находится в созвездии Кассиопии. В честь созвездии Кассиопии теперь у нас называется проект, ну, и YouTube-канал. После этого первого контакта прошло ещё несколько дней, и произошёл второй контакт, когда мне установили микрочипы. Для передачи информации уже ментальным образом, то есть через ментальный контакт. Так. Долгое время… Что такое ментальный контакт, просто, наверное, надо многим объяснить. Это мысленный контакт. Контакт на уровне мыслеобраза. И долгое время, долгие годы я контактировала только с одной расой, которая называется раса планеты Дараал. Дараал. Да, Дараал. И долгое время я только с ними контактировала. Д, Д, О, Рау. Знаешь, меня так раздражает, меня так раздражает в конспирогах, то, что они пытаются, знаешь, совершенно, совершенно идиотские вещи объяснить. Зачем он уточнил, что ментальный контакт – это образомысленное общение? Что, я не понимаю, что ли? И я познакомилась уже через астральное путешествие. Астрал – это ближайшая к нам часть духовного мира. Ты думаешь, у нас стало что-то связанное со сном? Да. Изначально было путешествие, получается, ну, скажем так, в реальном мире, в грубом физическом мире, а следующее уже через астрал. Физически я с ними тоже встречалась два раза в неделю первоначально. Это было только в летний период, когда было тепло. Я встречалась с ним физически, и, соответственно, образом, это было в лесу. Он мне назначили место контакта, куда я приходила. И когда за мной прилетал мой первый куратор с планеты Дарал, его зовут Кирхитон. Да, он прилетал за мной, и он мне показывал сначала планеты Солнечной системы, потом галактики. Но я даже первое время... Кирхитон как в клубе романтики. Там, где мы были, что мы видели. И на основе этих записей теперь уже есть книга, дневник контактера называется. Это вы написали книгу. И фильм снятый. И фильм снятый. Да, у нас есть наш друг, он оператором Первого канала является. Документальный фильм. Ну, документальный фильм, да. Прямо, да, мы ездили на съемки именно на то место, где у меня был первый контакт. То есть, кто там и ничего, почему бы там случайно оказались, и это так получилось. Ну, на самом деле ничего случайного не бывает. Сейчас мы тебя на доту-то и уговорим. Я узнала, что меня выбрали контактером, потому что у меня такой договор был с этими существами еще в Духовном мире. То есть, до моего рождения. В нашей галактике существует межзвездный союз. Так, а ну-ка, внимательно, союз. А плотно-материальных. Которых можно потрогать. Которых можно... Которых мы можем увидеть как физические сущности. Да. А есть еще тонко-материальные существа, которые существуют везде. Они являются создателем природы, они являются создателями звезд и даже душ животных и так далее. Вот на материальные плюс-чат. Их существует в десятки раз больше, чем у меня. То есть, это не физические, да, какие-то? Это не физические, но материальные. Все дело в том, что понятие материи в нашем мире и в межзвездном союзе отличается. У нас материя называется главным образом только физическая материя. Все, что состоит из физических веществ и полей. Полей? Ну, то есть физических полей, да. А в межзвездном союзе под материей понимаются еще тонкие субстанции, которые состоят, ну, по нашему русскому языку, из эфира. Из эфира? То есть из энергии. И причем вибрации этих энергий... Вкусная метавселенная, так, погоди, еще не знаю. Мой сладкий пришелец. Намного выше, чем, например, вибрации вещества. Вот, например, мне говорили так. Межзвездный союз открыл в материальном мире 6048 видов энергии. А физический мир, то есть все галактики и планеты, состоят только из девяти из них. То есть все остальные... То есть то, что мы можем пощупать, потрогать, состоят всего лишь из девяти видов энергии. Да, это только девять. А остальные 6039 видов энергии являются материальными, но невидимыми для нас. И, тем не менее, там тоже живут разумные существа, которые мы называем плазмоидов. И весь мир состоит материально из 59 уровней плотности. Вот мы живем на третьем. Это низкий считается уровень. Ну, низкие вибрации. Нельзя сказать низкие высотки. Низкие вибрации материи именно. Если мы представим две энергии, да, то расстояние между ними и есть плотность. Вот мы живем на третьем уровне плотности, который находится энергии очень близко. То есть мы их можем ощущать как физическую материальную реальность. Да. А чем характерны первый, второй и третий уровни плотности? Они характерны тем, что из энергии образуются особые материальные частицы, которые мы называем атомами. И из этих атомов и из полей вокруг них состоит весь физический космос. Только у нас планетарная модель Розерфорда, а у них энергетическая модель атома. То есть у них там нет понятия электрон, протон, нейтрон. Они по-другому объясняют, но атомы у них тоже плотные частицы, которые состоят из вложенных в друг друга квантов, созданных уже на более тонких уровнях плазмоидными цивилизациями. Я никогда за 10 минут не получал столько непонятной для себя информации. Это плотный салам мы можем кинуть. Я думаю, на третий уровень примерно. Возможно, это сам. Плотно материальный салам, пацаны. Инопланетяне похищены, Вуди Гуди пишет. Инопланетяне похищены другими инопланетянами чувствуют себя не в своей тарелке. Интересно, кстати, это когда-нибудь происходило? Если происходило, то это смешно. Они дурные, что ли? Так, окей. Продолжим. Ладно, первая часть была, в принципе, вразумительной. Физике. То есть, и это еще пока только материальный мир, а духовный мир, вон еще дальше. Скажи еще, что мы для них инопланетяне. И его тоже изучают? Я это и сказал. Это можно назвать эзотерикой? Да. Это эзотерика. Это контактерство, как и ченнелинг, как по-другому. Это область эзотерики. Максим, у тебя был какой-то вопрос? Да, несколько даже. Ну, во-первых, хотелось бы спросить. Энергии, которые... Вот 59 видов энергии, правильно? Сколько уровней плотности? Назови три. Там в каждом из них может быть много видов энергии. Мы не ощущаем ее теми пяти органами чувств, которые нам доступны, но как-то мы ее можем ощутить? Да, как я уже сказала, человек состоит не только из физического тела. У него есть еще душа. Да. Точно так же, как у тела есть свои рецепторы, которые нам известны как пять органов чувств, у души тоже есть свои органы чувств. Так. Может быть, вы слышали выражение «третий глаз»? Слышали. Это не физический орган. Это как раз... Я им сейчас моргаю. Один из органов восприятия души, который через шестую чакру, так называемый энергоцентр, может видеть, опять же, энергетические сущности, но это не физическое зрение. Ты моргнул шоколадным глазом? А он скорее больше похожа на представление, на ментальные образы. А это можно развить в себе? Естественно, да. Молить, чтобы он не заплакал. Обучение. Один из потоков у нас идет сейчас обучение. Я учу... Все, у меня микрос дыхает. Мы учим людей, как воспринимать эти образы, как выходить из тела, осознанно в астрал, и там общаться с цивилизациями. Касательно именно тонкости коммуникации. Третьим глазом мы воспринимаем определенные вибрации, определенную информацию, но как-то же она адаптируется внутри вас. Вибрирует. Как эти образы? Это зрительные образы, обонятельные, осизательные. Программисты. Я сейчас скажу, когда рядом опасность третий глаз зудит. Один пультик у меня, а другой у неизвестного вам человека. У этого, у экстратерестера, блядь. Да, да, пультик у инопланетян. Слушай, но я тебе, знаешь, такое ощущение, что она столько раз рассказывала эту шизофазическую историю, что теперь у нее, короче, она слышится складно, то есть в одно предложение выстраивается, и она невероятно довольна, насколько четко она пудрит мозги ребятам. Сказала про именно плазмоидные цивилизации, а еще у нас есть духовный мир. Там писали, что она на первом канале была. Была-была, да. Самая ближайшая к нам часть называется астрал. Ну, опять же, это на ровно, на современном русском языке. Да. То есть вы понимаете, что это уже адаптация их терминов к нашей эзотерике. То есть астрал – это самая ближайшая к нам область духовного мира. Чем духовный отличается от материального? Самое главное – отсутствие течения времени, то есть объективного времени. То есть там субъективное время есть, но оно у всех различается. То есть для нас оно идет только вперед? Да. А там оно идет… Оно, как представление, время идет вперед. В духовном мире оно полностью отсутствует. Оно вообще как вечность, это просто чувство вечности. Когда говорят эзотерики «вечно здесь и сейчас», они как раз именно говорят концепцию духовного мира. Вот через астрал приходят, например, ко мне мои кураторы. То есть вот Митгаскаус с планеты Ислер и Лишиони с планеты Шимор, они являются такими же, как мы, существами. Это физическими. Они не плазмоидные цивилизации. Да. То есть они живут тоже в физическом мире, просто их планета вращается в другую жизнь. Кстати, смотрел фильм «Аватар»? А, может ли ты рисовать? Лиши Лонид – это тот, который мне китайское пиво продал сегодня. Чего говоришь? Она может нарисовать какого-нибудь. Кстати, реально, а где какие-нибудь фото визуальные? Да, потому что… Да, да, это я привык, что когда про Ваху такое в видосах рассказывается, там куча крутых картинок с твиттера. Сразу веришь? Да, да. Слушай, а вопрос такой. Если бы она нарисовала что-то вообще неузнаваемое, ты бы поверил? Или ты бы поверил, если бы это был классический серый? Серёжка. Зелёный. Зелёный? Вот мне кажется, что зелёный – это в натуре бред. Что они, эти? Ящеры. А ящеры что же зелёные? Что они, эти, как их? Фотосинтезы у них. А, если вы тоже неизвестны? Люминесцентные. А, то есть, это… А как? 18 видов цвета кожи. Дима, он уже не стримит? Дима, а ты всё ещё тут? Он говорит, я пошёл. Может, он не хочет смотреть? Я не знаю. Дима, ты тут? Может быть, он хочет? Дима и так в онлайне малый. Вот Ли Шиони, который здесь с нами сейчас присутствует в астральном теле, он как раз является представителем планеты Шимон. Сейчас с нами присутствует? В астральном, да, в астрале. Да, и это ещё не считая плазмоидов, которые тут есть. Плазмоидов, да хуя. Сейчас зрители школьников вообще-то занудят до конца. Мы сейчас всё объясним. Нет, нет, у нас есть специалисты в компьютерной графике. Вижу плазмоид, эфир свой дрочит. И как тогда возможно общение, если физическое тело его далеко находится? Там плотно материального, во мне до хуя. Средств связи, которые могут нас связать. Общаемся мы через астрал, то есть Межзвёздный союз, специально обучая специалистов-учёных для контакта с землями. Кто плазмоидов напускал, я сегодня вспомнил фразу слышал. Хороший человек, плохой воздух в себе держать не будет. Мы для них инопланетяне, кстати. Да, мы, кстати, для них инопланетяне. Да, то есть у них есть, например, Академия космических исследований. И там работают определённые учёные. С разных планет. И они там изучают, например, земную психологию, религию, науку, историю. То есть как входить в контакт с психикой землянина, то есть через его ауру. И они там учатся осознанно покидать своё физическое тело. Вот как делаем во сне, только они делают осознанно. Сохранять информацию, приходить через астрал к контактёру, воспринимать то, что он спрашивает через его ментальное поле. Ну, у нас же окружает аура. Аура состоит из семи слоёк. Мы говорим тел, а они говорят полей. И вот одно из них, ментальное, оно является основой для вот такого вот астрально-ментального контакта. Астрального, потому что они пришли в астральном теле. Ментального, потому что они передают через моё ментальное поле. И когда они мне передают мысли и образы, естественно, они могут вообще даже не знать русского языка. Парни, не бойтесь обнимать их зади. Но когда они мне их передают, это всё проходит через мой мозг. И благодаря встроенным чипам, которые в меня уже... Первый чип, я вам уже говорила, и ещё два. Они переводят эти вибрации, эти мыслеформы в те слова, которые максимально близко отражают их позицию. Но опять же, естественно, всё это зависит от моего словаря, от моей гибкости мышления. То есть там ещё даже к этим чипам нужно подстраивать. А кто выбирает время для контакта? Вы по своему желанию, либо как это происходит? Ну, мы договариваемся. Если есть какой-то вопрос, например, на конференции, я приглашаю куратора прийти в определённое время, и они приходят, там, по какой теме мы рассматриваем. Они всегда приходят или могут? Мы договариваемся. Реально, какой же нам пиздец, если контактёр от всей земли, это Ирина Абжорова. Я не смею так говорить, сука. Кого из них зовут? Ахшар Хох. И ещё скобочка. Лево-лево. Ещё и смалик в конце. Хох. Это... Я, если честно, под пивом нихуя не понимаю, что она горит. В белом худоке. Они знают, что у них есть проекты всякие, понятное дело. И они поддерживают нас в этом проекте, поэтому они считают, что это повысит осознанность и вибрации всех землян. Они заинтересованы, кстати, в нашем развитии. Даже она уже поверила в теорию. Помнишь, я тебе рассказывал, ты сказал, хуйню несу, ты мне сказал. А ты говорил про то, что сейчас всё сменилось, про то, что матрица задала новый тренд, и теперь бог это программист. Даже у неё, блядь, эти чипы ёбаные. Понимаешь, даже у неё, получается, есть какие-то там 400 уровней вложенности, материи, блядь, и прочее. Но базируется всё на Intel Core i5. Да, да, да. Слушай, интересно, а какие-то касательства. И получаются самые вот эти низшие, или самые высшие, тут как посмотреть. Короче, директора мира, получается, ну, программист. Ну, программист, слушай, это всё равно ближе, чем всё, что было до этого. А по поводу этих чипов. Симуляция. Есть какие-нибудь, ну, фотографии чипов, там, блядь, не знаю, номер серийный, чтобы, ну, мы посмотрели. Так можно просто, ну, можно вытащить чип тогда, раз А, или он у неё, этот, ну, или он у неё в губе половой. Глубоко, ну, в третьем глазе, я бы так сказал. Их, как бы, их много вообще, в принципе? Ну, да, есть контактеры, и физические контактеры есть, которые физически летают. А вы между собой общаетесь как-то? Может, у вас бывают какие-то, не знаю, слёты контактеры? Да, у нас есть такие, да. Да, мы встречаемся, организуем разные мероприятия, ретриты, то есть встречи. Они же в эзотерике все, в основном, да. Просто, допустим, есть многие контактеры, которые... Вообще понятие чипа... Я бы очень хотел попасть в... Вообще понятие чипа... Вообще понятие чипа... Я знаю тут одного человека, который был на таком слёте. Я не буду его обозначать. Это ты? Да. Нет, нет. Вообще, вот, есть понятие чип, да, есть физический чип, есть астральный чип, есть ментальный чип. То есть каждая цивилизация по своему уровню может своему контактеру поставить декодер, чип на свой уровень, как это правильно сказать? Технологии? Да. То есть если это тонкоматериальное существо, оно, соответственно, на тонком уровне будет ставить чипы. Если это духовное существо, то ей можно просто простроить духовный канал с контактером. Ей можно сделать. Это даже не чип, это просто контакт. Через высшее я. Через высшее я мы это называем. Через дух, душа, монада, сверхсознание, подсознание. Это мы называем высшее я. То есть мы немножко в проекте структурировали и компилировали многие разбросанные терминологии, которые разбросаны во всех религиях, книгах, у контактеров, у различных. И большая проблема в том, что много очень контактеров и контактеры со своей уровня осознанности. И когда одна и та же сущность передает, допустим, на ментальном образе информацию, то посадить 10 контактеров и каждый воспримет эту информацию по-своему. Поэтому невозможно посадить два одинаковых контактера, чтобы они одинаково что-то рассказывали. То есть даже контактеры могут между собой не сойти. А они не сходятся. На самом деле контактеры всегда идут до уровня. Цыгане, по-другому не назовется, у них уровня осознанности, у них чипирование, монады, компиляции. Монады, кстати, прикольно. Это, кстати, все было уже 15 лет назад, когда была популярна эта самая тема с экстрасенсами. Но они выражались, экстрасенсы выражались, да, как дауны. О, осуждаю! Да, да, осуждаю, в смысле я говорил. Да, да, осуждаю. Да, да, осуждаю. Они реально всегда несли полную чепуху. То, что вот от ворона пахнет гноем, здесь кто-то умер. Каркуша, пойди, понюхай, посмотри, где, покажи мне. Так, ну, как, в какое время во что верят, так не говорят. А нам не энергополе блокирует. Во, а вот сейчас... Ворон их нюхают. Ментально тонкоматериальные чипы вживлены были, блядь. На ретритах обсуждаем. Угу, угу, угу. Высшее я, уровни осознанности. Это спрограммировано на тотемном питоне. Так, сейчас, погоди. Слышишь, что-то, короче, я бутылку пива жахнул. Короче, я не помню, что-то оно не свежее, что ли, было. У меня чуть живот телекрутит, пацаны. Я не знаю, что делать, может, оффнуть. Ты ел что-то, как ты делаешь? Ты ел что-то, как ты делаешь? У нас есть даже школа контактеров, куда выезжают учиться, контактировать. Со своим высшим я, со своими кураторами. Кураторы, то есть те, кто ведут человек. Леха, ты что замолчал? Ну, очень много информации, и мои декодеры не справляются. Поэтому я хотел бы какую-то схему очертить. Но так или иначе, мы все-таки живем в антропоцентричной системе. То есть мы считаем, что мы в центре. Давай еще попробуем. Это понятно, что наверняка это ложное убеждение. Даже на 100% ложное убеждение. Ну, учитывая то, что вы нам только что рассказали. Но хотелось бы выстроить непосредственно от нашего мира какую-то иерархию вот этих... Скажи. У меня плазмоиды идут, я сейчас вернусь. Мы хотим понять, что это наше место. Давай я расскажу, как устроено вообще, в принципе, мироздание. Коротко, потому что... Существует духовный мир. Это высшая точка восприятия нас, как того мира, из которого все идет. И этот духовный мир начинает потихонечку уплотняться энергиями. Возникают уровни плотности. 59, 58, 57. Мы получаем существа размером с галактику, в которых вмещена вся галактика со всеми их энергиями. А духовный мир это еще больше. И мы начинаем... В людях в черном было... 58, 56... Сначала духовный. Да. Все идет из духовного мира. Все, что они рассказывают, это люди в черном. С самого начала. Любая материя поступает из духовного мира. И дальше все это уплотняется. Уплотняется и спускается до самого низа, до первого уровня. Это, условно говоря, камни. То есть это плотная материя, находящаяся на плотном субстанции, в плотном пространстве. Но это вы сами разгоните этот прикол. Огромный срок существования в этом пространстве. Все-таки 2023 год. Потом там... Мы на третьем. На третьем. А, скажем, как это можно сказать, сущности или субстанции, которые на первом и втором, мы их можем видеть? Сейчас Ирина объяснит, она это хорошо делает. Почему он называется уровень плотности? От чего они отчитываются? Уровни плотности считаются по шкале вибрации. То есть сколько герц существует в этом типе материи. Дело в том, что первый, второй и третий уровни плотности обозначают состояние вещества. Первый, второй и третий уровни плотности составляют так называемый физический кластер. То есть три уровня плотности. Это физический мир. Твердый, жидкий, безобразный. Да, правильно. Вообще. Фух. В контакте я чувствую. Чувствую в контакте. Уже подсказали. Что-то мы начинаем понимать. Уже подсказали. Не зря, не зря. А мы на третьем. Десять лет в школе. Почему мы так низкие? Нет, ты смотри. Понимаешь, дело все. Это газообразное состояние. Почему мы? Это не уровень, по которому мы там выше или ниже. Это уровень нахождения в структуре мироздания. Есть еще духовный уровень. Нет выше, нет ниже. А, я понял. То есть это не некая иерархия. Нет, это не иерархия нас, на каком мы там уровне находим. Это же духовный мир. Вот в духовном мире он разделяется на астрал, как я уже сказала, самый близкий к материальному. Потом идет мир невоплощенных духов. Это там, где мы все находимся между воплощениями. Это перерождение, вы имеете в виду? Да, я знаю про невоплощенных духов. Как раз Майкл Ньютон очень хорошо описывает, когда человек умирает, куда он попадает, в какие пространства. И вот в этом мире невоплощенных духов. Это духовный, да? Да, это вот мир невоплощенных духов, это вот такая часть духовного мира. В нем уже находятся тоже свои уровни, их 24, по терминологии межзвездного союза. Потому что по другим терминологиям можно найти и 36, и 108, и 254. Просто сколько цивилизаций, столько и будет осознанного восприятия мироздания. И опять же, в переводе на наш христианский язык восприятия, с первого по шестой уровни духовного мира уже, не плотности, а духовного мира. Это не плотный, а духовный. Там невоплощенные духи, они вообще не обличаются. Никаким видом материи. Это просто духи сознания, которые там мыслеформами строят в себе реальность и так далее. И они там дожидаются перевоплощения. Правильно, да, совершенно верно. А перевоплощаться не могут только на нашей планете? Нет, они могут перевоплощаться в любой точке вселенной и на любом уровне плотности. То есть человек может выйти из воплощения и воплотиться потом плазмоидом. Ты можешь воплотиться в огромную звезду и быть огромной звездой. От чего это зависит? От моих заслуг в прошлой жизни? От кармы. Сейчас я объясню. То есть карма – это все накопленные, все деяния, положительные и отрицательные, то есть с точки зрения вибрации. О, пацаны, у меня только что был жесткий контакт, аж помыться пришлось. Это... Ты стал огромной звездой, ты сколлапсировал. А чё, короче, чё произошло? Они объясняют, в принципе, как работает вселенная, как устроена она. Ну и как? Ну там, короче, разные уровни, короче, плотности мироздания. Я это уже слышал, это было в Devil May Cry, блядь. И это, кстати, чё-то нихуя не понимаю, как будто бы пропустил минут пять. Так, чё вы мне тут скидывали? Пельмени с жигулёвским? Смотри, аккуратно, у меня это не такое только что случилось. И когда дух попадает после развоплощения, после семерфизического тела, дух, то есть вот эта душа, она попадает сначала в астрал, потом она попадает на тот уровень, где находится её высшее Я, а это будет тот уровень, которого он достиг в этом воплощении. Вот я сейчас расскажу. С первого по шестой называется демоны. То есть с седьмого по шестнадцатый средние уровни, которые занимались и материальным, и духовным миром. То есть они там всем. А с семнадцатого по двадцать четвёртого это ангелы, которые уже себя очищали, шли к свету, шли к любви там и так далее. А как нужно прожить жизнь, чтобы попасть на семнадцатый уровень? С семнадцатого по двадцать четвёртого. То есть их там семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый. И можно... Есть такие специальные формулы по нумерологии, по которым можно, зная имя человека и дату его рождения, можно вычесть, с какого из этих двадцати четырёх уровня дух пришёл в это тело. Нумерология – это там, где деньги и кое-то? Сейчас мы посчитаем. Давайте его. Давайте я ваша боксёрская груза. Считайте меня вообще все. У тебя же есть рождение русскими буквами записано всё? Да. Всё, отлично. А есть подозрения? Нет, просто-напросто, когда другой алфавит, там другой расчёт. А, нет, хорошо. Держи, всё. Говори, как зовут. Я демон с шестого уровня. В полное. Сопрыкин. Нет, просто имя. Алексей. Алексей, дату рождения – 11.08.1988. Серьёзно? У тебя 90 августа подождите? У меня тоже. Мы не знакомы были. Только-только-только-только. А вы не знакомы даже? Мы же вот в кадр вошли, начали притираться друг к другу. Нет, нет. Так, вот из двадцати четырёх ты воплотился с девятого уровня. Отсюда. Это хороший уровень. Нет, нет. А мы на третьем. Нет, Мария. Это уровни плотности. Это уровни плотности. Это духовный уровень. Я такой примитивный. Я мыслю всё кружочками. Вот у меня вот наш уровень кружочек, тут ещё кружочек. Ну, меня так в школе научили, я ничего не могу с собой поделать. Мы всем на третьем уровне плотности, но мы можем быть совершенно разных духовных уровней. Да. Есть уровень плотности. Сейчас так жёстко облазмотился даже. Духовный уровень. Ты был на девятом. Девятый называется ученик. Значит, это только на момент воплощения. Ты сейчас, может быть, на другом уровне совершенно, которого ты достиг к этому моменту. А чем характеризуются ученики? Ученик – это тот дух, который в предыдущем воплощении учился только на своих ошибках и не слушал ничьих советов. Похоже на тебя. До ученика я не слушал советов. Или учеником будучи. В момент расставания с прошлым телом. В момент прошлого развоплощения ты ушёл в духовный мир на девятый уровень, который соответствует... Блин, я очень плохо пережил расставание с прошлым телом. На конфликте разошлись. Твоё эмоциональное самосознание, я попробую сейчас перевести тебя, твое духовное внутреннее состояние, в котором ты вышел из воплощения, соответствовало девятому духовному уровню. То есть, допустим, если человек святой, делает большое количество добрых дел, то, соответственно... Но он где-то на семнадцатом уровне. Ну, условно говоря, пошёл ближе к ангельским уровням. А есть люди, которые живут, потребляют, выпивают, что-нибудь употребляют, в котором вообще не до каких уровней развития. Они там с первого по шестой на демонический уровень. Да они демонически пиздят. Нормально одну бутылку пива выпил, блядь. Чё сразу демонический уровень? А вот это демонический уровень. А вот это демонический уровень. Демонический уровень всего лишь от одной бутылки пива. А вот это им бабла зарядили. Завидно мне, да. Хочу, так, ага, так, сейчас, секунду. Хочу, этот, а что я там говорил? Хочу, короче, хочу, короче, на семнадцатый уровень к знакомому ангелу одному. Пишет, Дима, меня отвлекает, не могу. А, всё, Дима пойдёт, полежит. Ему плохо. Ну, блин, надеюсь, не из-за меня. Так, думаю, из-за тебя. Ну ладно. Знаете, какой вопрос? Вот за время нашего разговора несколько раз прозвучала фраза «межгалактический союз». Да, межзвёздный союз, прошу прощения. Что это за межзвёздный союз? Можно я попробую сейчас? Да, конечно. С блокнотиком? Понимаешь, дело в чём, в структуре мироздания огромное количество разных федераций, конфедераций, союзов. Как и на Земле, типа, да, типа, есть там НАТО, и НАТО, и в пределах галактики происходит то же самое. Почему мы именно делаем… Помимо межзвёздного союза ещё есть галактическая федерация света, которая тоже очень часто появляется у контактёров в передаче информации. То есть они обозначают себя как галактическая федерация света. Мы себя обозначаем как межзвёздный союз. Почему? Потому что в межзвёздный союз… Так, погнали. Так, ага. А как вы считаете свой уровень духовности? Чтобы рассчитать уровень развития души, нужно сложиться числа, даты рождения человека. Всё так просто, мне это нравится. Слушай, это как-то, знаешь, эргономично. Ну, видно, что умный человек делает. К примеру, ты родился в 2-4-95-м. Даже у ИННН, блядь, у ИННН, формула для проверки сложнее. 32, подожди, 32 и всё, на этом уровне уже ассенды и все открываются, все таланты качать можно. 32 – это не то, что мы слышали. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый. Ну, блядь, так, давайте посмотрим. Конечно, сказали, сколько там было. 19, плюс 10, плюс 10, плюс 1994. 2023, стоп. Это сейчас. Блядь, что это может значить? Подожди-ка, ещё раз, как там надо было сделать? Чё ты высчитал? Так, складываем. А, аааа. У них же по хитрожопому всё. Слушай, ну, а вот так. Плюс 0. Блядь, все, кто родился в этом веке, примерно на одном уровне это получается, да ведь? Там две девятки всё решают. У меня 34, но я круче, чем тип в примере. А ну-ка, и чё там будет? Хоть бы 34, это был. Блядь, на троечку, а? Попробуй, попробуй свой текущий возраст сложить с годом рождения, чё получится. Погоди-ка. Главное, чтобы не получилось, что ты перерождаешься в ребёнка-идола. В прошлом году что-то стряслось, я не уверен. Блядь, мне 29 в этом году, какая жесть. 30, 39. Кто там? Человек с третьим уровнем. Потому что третий! Бля, мама, не могла подождать, что ли, ещё 8 месяцев? Подожди, не 8 получается. А там вообще никак не получается. Надо было подождать ещё 2 месяца и 10 дней. Человек с этим уровнем души способен. В конце месяца просто рожай, там почти всегда же будет много. Так, способен влиять на тех, кто находится рядом с ним и на сознание окружающих. Мау-мау-мау-мау-мау. А это значит, что ему самому для этого нужно набраться опыта, который потом можно будет передать другим. Мало уровней, 5. Это, конечно, не по Ирине Блиновой. 29-го, 12-го, 1999-го. Бля, у чувака 17. Как может 17 получиться, если 9 плюс 9, это уже сколько? 18, подожди. Хуйню не неси. Он после 2000-го. Вот это вы, блядь. Ты же не веришь, да, что такие могут. Так это навряд ли. Это же пиздец, какие молодые. Это же первый уровень. Человек с первым уровнем души должен уделять особое внимание развитию своей личности. Это его главная задача. Таким людям лучше заниматься земными делами. Понял? Лопату в руки. Не поделись никуда. Есть такая тема, называется вихрь. Такая, короче, культиватор, блядь. В землю его втыкаешь, и клумбу выкопал. Быстро пошел. Ну, это, конечно, слабенько, слабенько. 5 уровней мне не нравится. Да еще и я на третьем. Такая хуйня все это, позорная в нумерологии. Подожди, может быть, есть другой сайт? Инструкция к тесту. Полз. Так, возраст. Ну, 28, может быть. Охуеть, как много. Что дальше? В чем, по вашему мнению, смысл жизни? Для чего вы себе пришли на эту землю? Какого у вас предназначения? Фу, что-то я, короче, это вспотел от пива. Пиздец. Так. Никакого смысла не беру. Набираться опыта. А я по тесту это делать не буду. По тесту я это делать не буду. Я только по нумерологии бы. Только по любви. Ладно. Входят только плотно материальные цивилизации. То есть это союз только плотно материальных цивилизаций. Но не только антропоморфных. Да, но не только антропоморфных. Вот сейчас, наверное, давай, Ирина, дальше расскажешь. Да, в мировоззвездный союз входят антропоморфные цивилизации. То есть похожие на нас внешне. Это голова, две руки, две ноги. И человеческий вот как член. Именно сколько? Не больше. Да. Антропоморфами называются все, что на нас похоже. То есть одна голова, две руки, две ноги. Похожие не только по внешнему виду, но и по обмену веществ. Например, там, лекопитающие, теплокровные и так далее. Такие тоже есть в галактике. Их достаточно много. Еще в нашей галактике есть цивилизации не антропоморфные. Они там разделяются на, например, рептилоидные. Которые произошли от ящеров. Рептилоидных я слышал. Это как раз самая актуальная тема. Кого больше нужно ненавидеть? Рептилоидов. То есть это какие-то злые существа? Ты знаешь, я тебе сейчас, вот прямо сейчас Ирина расскажет. Я тебе расскажу, почему мы ненавидим рептилоидов. Очень интересная история. Фу, наконец-то началось. С таким их большим уровнем осознанности кого-то можно ненавидеть. Кстати, тоже не знаю вообще, какая может быть ненависть. Они явно не с ангелами там тусуются. Кстати, получается, что в 2000 году все люди, которые были рождены в 2000 году, это вообще молодняк. Их только очки драйвить. Там выше скольки не получится. 29-12 максимум. 2,9-11. 1,2-3. Ну это вообще 14. Это такая лохотня. Так, а ну-ка. Это самый сильный из двухтысячников, блядь. Это у него. Так, опа, началось. Так, формула души, календарь. А что мне здесь надо вести? Плаценты в центре. Марс. А что-нибудь, даже ничего не описывают. Просто куча цифр. Непонятно. Угол. Внимание. В связи с сложной геополитической обстановкой работы в социальной связи с неподолжением повреждения. Я не знаю. Они ничего не объясняют. Тут какие-то просто градусы. Есть какой-нибудь нормальный тест? В планете. Да, это уже история наша. Мне так нравится, что начал историю, которая 12 тысяч лет произошла назад. И он и рассказывает, как будто он просто за чекушкой ходил в соседнюю деревню, когда не было в родном селе. За 12 тысяч лет простить не могут. Есть в чате нумерологи или просто женщина? Ярик сексист, потому что молодой. Узнаю себя. Да я и 2000-го. Ненавидишь, но очень нравится. Узнаю себя. Так, ну что, давайте посмотрим. Кто-то говорит, она постоянно руками ульту кастует. Рептилоиды тоже гуманоиды, только они уже другого вида. Они уже там хладнокровные, яйцекладущие и так далее. Их тоже там не один вид, их много видов существует. Их даже больше видов, чем антропоморфных цивилизаций. И еще есть цивилизации инсектоидные. Инсектоидные. Разум-насекомые. Да, разум-насекомые. Они большие. Мне кажется, он прям уже подготовленный. Да я сейчас себя ощущаю, как будто на 98-й Windows пытаешься GTA установить. То есть в целом можно, реально, но очень тормозит все. Какие-то просто, знаешь, я узнаю слова, такой, да. Лех, вот получается. Лех, вот ты мне сейчас напоминаешь меня, когда я только с этим совсем познакомился. Когда я пытался на 98-й Windows натянуть мне звездный союз. Да, зато у них интересная и веселая жизнь. Они же вообще нихуя не скучают. Да, инсектоиды есть. Так они ставят в это не верят. Да верят, верят. Так им жить осталось 3 минуты. Они и не рептилоиды, и не антропоморфы. Они между ними. То есть, например, те же самые, так называемые, серые. Они из межгалактического... Они из межзвездного союза, да? Да, они... Так серые не злые? Нет, нет. Ходят в межзвездный союз. Серые и нейтральные, я что, непонятно по названию? Максим, не видел ни одну свинью с депрессией. Все свиньи счастливы. Продол... Покупайте... Покупайте бекон. Эм... Это... Слушай, я, знаешь, хочу, чтобы мы так же собрались, Ярик. Ты все свои фигурки расставил, мы вчетвером сели. Вот я, Коля, ты и Леха. И ты мне объяснял за лор вахи. Я вот тоже так с интересом смотрел. Еще бы ты мне потом сказал, что ты на самом деле в это не веришь. А эти две организации, они между собой конфликтуют? Галактическая Федерация Света и Международной Союз? Нет, они сотрудничают. Сотрудничают, но у них разный подход к развитию цивилизации. Какая у них разница? Значит, в Галактической Федерации Света, кроме плотно-материальных цивилизаций, входят еще и тонкоматериальные цивилизации, то есть те самые плазмоидные цивилизации, у которых нет физического тела. Я уже чувствую, как зритель на экране смотрит и говорит, что шиза. Ну, мы рассказываем, для нас это обычное дело. Мы разберемся. Да, и с этими плазмоидами можно общаться. Как я уже говорил, душа каждого человека может общаться как с плазмоидами, так и с астральными духами. А астральным духом может быть как невоплощенный дух, так и гуманоид, который пришел уже через астрал. Да, и плазмоиды, они могут выглядеть как угодно, и в форме шара, и в форме кристалла, и в форме какого-то медузы и так далее. А теперь подумайте, мы здесь одни? Ага. Позовите, сколько здесь пространств всяких. И на... Если бы в Астрале играла астралстеп, я все там чувствую очень круто. То есть сейчас здесь кто-то съест еще? Ну, конечно, смотрите, земляне думают, что на Земле только одна земная раса. На самом деле, плазмоиды цивилизации здесь в десятки раз больше, так что землянами называемся не только мы, но и те плазмоиды, которые сотворяют всю природу и взаимодействие между биосферой, гидросферой, биосферой, атмосферой. Это все они делают сами. А вот если не плазмоиды, а которых нужно потрогать, такие есть на Земле существа? Я люди в черном сейчас пытаюсь информацию черпать. Такие есть только на базах инопланетных. У нас на Земле есть базы. Больше 400 баз на планете. Здесь огромное количество разных существ находится на планете глубоко под землей на базах. Смотрите, думаете, человек на Земле появился случайно? Нет. Я думаю, ничего не случайно вообще происходит. То есть вы знаете, что есть у нас в разных религиях там разные концепции, легенды о сотворении человека. Да. Чем они сходны между собой в разных частях света и в разные времена? Пискисистские. Пискисистские. Они сходны между собой тем, что... Говорят, лысый инсектоид, надо посмотреть на его ноги, когда покажут. Там говорится, что некие высшие существа создали людей. Так. Например, мы возьмем Библию. Да. Самая знаменитая... Но у Дарвина как будто не так немножко. Не, мы про религию. Про религию. Да. Ну, инсектоид. Мы берем научные концепции, мы берем религиозные концепции по созданию... А зачем его такого обиженного позволяют такое шоу вести? Человек появился в результате эволюции, но понятно же, что эволюция, даже если было бы это так, она была бы кем-то направлена. То есть это какой-то ДНК-эксперимент? Вот. Видишь? Догадал. Правильно? Я тебе сейчас большее подскажу. Блять, это лор Маркрафта. Та 17 цивилизаций, которая входит в Межзвездный Союз, огромное количество гибридов скрещенных цивилизаций, которые наши создатели скрещивали для получения разумного существа, в который может воплощаться разумный дух. Все дело в том, что этот Межзвездный Союз существует 15 миллионов земных лет. Уже он соединился, ну вначале там было несколько цивилизаций, и за 15 миллионов их стало 117. Соответствующим образом у них тоже есть научные исследования, у них есть путешествия по космосу и исследования планет. 5 миллионов лет назад нашу планету открыла одна из цивилизаций Межзвездного Союза, которая называется Томми Солт. Так, она была... Это великаны, до 12 метров высотой. Они как люди, только они от 4 до 8 метров, но бывает 12, да. До 12 метров они растут, да. Как фонарные столбы. Первые пирамиды на земле построены ими. Да. А потом уже люди начали подражать богам, начали строить такие же пирамиды вместе с внеземными разными цивилизаций. Вначале, когда открыли 5 миллионов лет назад, здесь не было разумных животных, растительный мир, динозавры и так далее. Это все было. Да. А разумной жизни не было. Причем Земля располагалась в несколько другом месте, но не было зимы здесь и так далее. То есть здесь был другой климат, не было Луны, она была вот в такой форме. И был здесь единый континент. Да. Далее. Не было Луны, она была в такой форме. Ученые со всей галактики начали исследовать земных животных и очень все восхищались, что наша Земля так богата на разные виды жизни. То есть они вот очень восхищались этому. А потом они... То есть на других планетах не так? Ну не так. Там есть, но не такие разнообразия, как мне говорили, что именно наша Земля в галактике этим славится. Мы в топе. Да. Мы вообще считаемся галактической библиотекой по существам, по растениям. Насекомым даже там. Насекомым, да. Бля, дешево. Как дешево. Да подожди. По-моему... Они сказали, что ничего не вертится вокруг нас. Мы вообще не имеем значимости в рамках Вселенной. Но все равно приписали Земле какой-то статус. Мы как Азерот, типа Вовке, Максим. Типа ебать, самое крутое. Мы нихуя не значим, но самая пиздатая планета. Все вахты. Ну, они разве говорили, что мы ничего не значим? Ярик, такой ты слабый. Да, да, говорили. Ярик, они еще говорили, мы не ебанутые, и что? Ну, и что ты теперь думаешь? Ну и так, Томисоут же о нас открыл. Он сообщил о нашей планете Межзвездный Союз. И уже из всего Межзвездного Союза ученые начали прилетать на нашу планету. Ко мне прилетел Томисосич. И начали исследовать возможность разумной жизни. Здесь было много видов животных, но разумной жизни не было. Значит, вот эти разумные духи, они не воплощались в тела. Считается, что в животных воплощается животная душа, которая создана плазмой. То есть человек не может в следующей жизни переродиться в животных? В это не может. Смотри. Есть тоже свои тонкости. Есть тонкости. Вот когда говорят, что я общую тотемные животные, то есть мы общаемся, якобы думают, что могут переродиться в животные. На самом деле все там очень... Я тоже с этой темой очень серьезно разбирался. Для меня было непонятно, как это. Ну, говорят же многие религии, что там в корову превратишься, или там в змею превратишься. На самом деле, как мы называем душу, энергоинформационную субстанцию, коровы, любого животного неразумного, создают тонкоматериальные сущности. И когда говорят, что ты переродишься в животное, на самом деле ты перерождаешься в тонкоматериальную сущность, которая создала душу животного, которая себя от животного не отличает. А-а-а! Ты понял схему? Нет. Нет? Еще раз повторю. Глазбоид принимает образ того животного, душу которого он творит. А-а-а! Но он же не... Себя не разделяет с животным. Да! Это его... Это его часть. И когда мы пытаемся контактировать с тотемом, с тотемным животным, мы контактируем не с самим животным, а мы контактируем с тем, кто создал его душу. С разумным духом, да. С разумным духом, да. Я понял. Я с этой темой очень долго разбирался, для меня очень было непонятно. У меня такой... То есть вот у меня есть собака, шпиц померанский такой маленький. Да, это... Получается, его кто-то создал? Да. Плазмоид его создал. Когда я его тискаю, я тискаю плазмоидом. Ну, условно говоря, да. Ты входишь в контакт с плазмоидом, не осознавая это. Он чувствует плазмоид. Ну, в общих чертах. А еще есть, например, такие плазмоиды, которые известны на Земле, как духи природы. Например, есть дымовые. То есть это тоже виды плазмоидов. Водяные, дымовые, лешие. Это все виды плазмоидных цивилизаций. Да. Кстати, на канале у нас есть видео, где мы общаемся. Где мы общаемся с ними. Кстати, вот. Вот общаемся с ними. А можно пообщаться с кем-то? Ли Шиони, Мид Гаскаут здесь присутствует. Можно? Да, конечно. Мы упустили очень важный момент. Один, что мы говорили о том, что прозвучало... Сейчас расплачется, бля. Почему он такой бедолагой? Я знаю типа в TikTok, который тоже делает какие-то скетчи такие странные. Если честно, помню только один. Довольно дебиловатый. Там, где он... Я понял, как ты. Да, ты понял? Скетч был в том, что он типа заказывает себе еду в кафе и описывает, какой вкусный борщ он будет есть. И он же официант стоит и облизывается вот с таким же печальным видом. Типа, как он хочет жрать. Да, я понял. Да, вообще пиздец, очень похожий тип. Так, я пока поменял баннеры и тут быстренько сейчас носил крот, закинул. Так, здесь у нас все в порядке. Так. Сейчас, секунду отвечу. У меня была одна любимая муха, ее звали Маришка. Она умерла через три дня. Так. А у мухи есть? Ее плазмоид создал? Ну, конечно. Или Маришка, это же из Ван Хельсинга. Да, да. У мухи куда больше души, даже чем у нас, Ярик. Я это однажды узнал так. Когда был черепом с глазами в лесу. Рептилоидами и, насколько я понимаю, жизнью земли 12 тысяч лет назад. Тысячи лет назад. Тысячи лет назад. Это как раз в Библии описывается как Всемирный поток. Так. То есть, Библия описала те физические изменения, которые происходили в тот момент тогда, когда эта ситуация произошла. Сейчас Ирина расскажет. Ну, вначале расскажу о создании людей. Так. Вот пять миллионов лет назад открыли нашу планету. А, пять миллионов. Сначала долго наблюдали. Открыли, ну, всех приматов, там, всех животных. И стали сначала ждать естественной эволюции приматов. Открыли двери. Они как в лутбоксах, которые открывали. Чтобы эволюционировали. Да, блять, опять эволюционировали. Чтобы их мозг развился до той степени, чтобы в них мог воплотиться разумный дух. Ну, кто? Потому что разумный дух может воплотиться только в тело с подходящим мозгом. Чтобы оно могло проявиться через разумную деятельность. С подходящим мозгом и центральной нервной системой. И центральной нервной системой. Сейчас уже, конечно же, мозг – это центральный орган центральной нервной системы. И все это должно подходить. И гормональная система должна подходить. И нервная система должна подходить. Именно для разумного духа. Потому что, как вот объясняет Мидгас Каус с планеты Ислер. Это который с нами сейчас. Заключение разумного духа в тело животного. Которое не имеет никакой рассудочной деятельности. И не отвечает за свои поступки. Оно никоим образом не может способствовать прогрессу этого духа. И является только потерей времени. Даже если бы это было возможно. А воплощение каждого… Это как микроскопом гвозди забивать, да? Да, да, да. Такой образ, да. Говорит, да. Он говорит, ты воспринял мой образ? Почему кажется, что она такая счастливая? Потому что это первое интервью. Короче, где ее не пытаются на говне поймать. Да, да, ей дают говорить. И слава богу, а ведь она истину выволит. Законтактирует. Просто расслабленно. Ты не смеешься, смеешься, а у тебя есть. Да, ты тоже есть. Я сразу не позаметил, что какой-то… Ты смеешься, смеешься, а твоя энергетика предрасположена к контакту. У тебя есть, ты взял, я видел. У меня есть история заказов. Ты понепугайся. Я надо было вторую бутылку покупать. Это нормально. Пусти меня. Так. И через два миллиона лет, соответственным образом, никакой эволюции этих приматов не произошло. Разумные духи в них рождаться не стали. И тогда представители Мирзвездного Союза решили искусственным образом вмешаться в этот процесс. Именно генетическим образом на клеточном уровне они начали создавать гибрида. Так. Гибрида своей расы с нашей. Но так как там было много цивилизации, то они решили так, что в нашем создании участвуют три расы. Так. Плюс они еще взяли примата и распределили генетическую информацию по ДНК человека таким образом, что первоначально 45% генов занимал гены примата. Как-то раз анунак, рептилоид и серый поймали в джунглях примата. Просто немножко. Это созвездие лебедя. Это двухметровые существа с белой кожей. Примата, говорит, пошел вот сюда. Белыми волосами с большими голубыми зелеными глазами. Их рисуют в основном в интернете, контактеры их описывают. Как эльфы, короче, да? Ну да, как эльфы, да. Толкиновские. Да, да, да. А как у них ауэнная, я бы тоже еще бутылкой закинулся, а посидел на подкасту. 15% генов было взято в планету Томисоут, который нас открыл. Великаны. Да, на созвездии Орион. Похожие лебедяи. Орионцы, они еще это называют Орионцы. И 5% было из генов кожи. Великаны похожи на лебедя. Да, 5%. Причем эти 5% нам дают вот эту нашу безбашенность. А, то есть рептилоиды такие ребята, да? Они вообще, они, слушай, мы когда проводили конференцию с рептилоидами с разными, у них допустим там поприветствоваться, да, там показать зубы там, когтями там долбануть кого-то. Это нормально. Так они же высокоразвитая цивилизация, а ведут себя как гопники. Нет, а у них это еще, понимаешь, это мы же представляем, что они ведут себя как гопники. А, это их культура. А у них это культ проявления своей силы, внутренней энергии вообще. Понял, понял. То есть это в нас говорит вот эти... Да, друзья. Чувствуйте себя как дома, не забывайте, что в гостях рептилоидов. 5% их генов у нас. 5% их генов у нас. То есть это тот эксперимент? То есть это тот эксперимент? Да. Он удался. Он удался. И были созданы, как, не Адам и Ева, а были созданы 18 первых людей. 18. А почему это такое число? Такое число. Вы распеваете? Красиво. То есть там было 9 мужчин и 9 женщин. И вот мы являемся продуктом вот этого вот... Боже, как он эксперимент. Да. А что же нас тогда обросили, получается? Подожди, подожди, сейчас вот прям дослушаем. Да, да, да. Ты сейчас как раз поймешь всю цепочку. Тут все дело в том, что эти цивилизации, которые нас создавали, они уже изначально спорили о том, сколько процентов генов рептилоидов должно быть у нас. Рептилоиды хотели больше процентов, 10 или 15 процентов, чтобы у нас прям была там чешуя и так далее, чтобы мы были больше похожи на них. Они считали, что в галактике и так много антропоморфов цивилизаций, и они считали, что за их генетический вклад их ученых в этот проект под названием «Земля» им должны дать больше процент генетики их расы, потому что они бы тогда уже считались ответственными за нас. Соответствующим образом им отказали, потому что был бы тогда нестабильный этот гибрид, когда уже прошло столько времени, что вот 12 тысяч лет назад на Силбете, вот на этой планете рептилоидов. Как называется? Силбет. Силбет, да. Оно находится в известной гонщике. Ставки на спорте. 700 световых лет от Силбет. Силбет. На этой планете рептилоидов пришла к власти политическая группировка, которая решила уничтожить вообще Землю. Первая планета Силбет с легкими выводами и постоянными выигрышами? И там у них были свои обыскования, что если эта цивилизация будет развиваться и выйдет в космос, значит, они будут угрозой всей галактики, потому что у них вот гены не правят. Програвших нет. Угу. Так, я же сказал, космических. Ну, они в этом убедились. Я до сих пор так считаю. Серьезно, я до сих пор так считаю, что нас сейчас нельзя никуда выпускать. Мы обязательно долбанем, захватим и разрушим все. И вот эта вот, значит, Силбетовская цивилизация, они решили уничтожить уже силовым методом Землю и, естественно, там Венеру и Марс, чтобы эти гибриды, чтобы мы не вышли в галактику. В нашей Солнечной системе была задача уничтожить полностью все гибриды в форме наших людей. Ну, наших людей. Они все это делали тайно. Они там тайно приготовили заговоры. И они прекрасно понимали, что пойдут там против всего Межзвездного союза. Но они решили пойти на это, чтобы, как они тогда понимали, спасти галактику. Угу. Таким образом. То есть в их концепции они делали хорошее дело. Да. То есть мы для них были как опасное существо. Дискриминация по генному принципу. По генному принципу. По генному принципу. И они собрали большой военный флот и, значит, вылетели в направлении Земли. А кто защищал? Все-таки русли. Все-таки русли. Да. Вулканная деятельность. Да. Вулканная деятельность. Там есть у нас. Да, кстати, спрашивают Аштар Ширан. Они тогда жили возле Сириуса. Возле звезды Сириус-Б. Кстати, по поводу Аштар Ширана. Очень интересно. Он во Франции пытался контактировать, даже передавать информацию через телевидение. Да. Вы можете поискать. Да. Что нужно искать? Мы поищем. Аштар Ширан. Передача информации. Аштар Ширан. Через телевидение. Да, Сириус-Блэк. Они тогда и вмешались вообще в передачу, в ретранслятор. Они через ретранслятор начали передавать информацию для землян. Да. То есть даже до такой степени начали вмешиваться. А это Галактическая Федерация Света. У них они считают, что нужно вмешиваться. А Межзвездный Союз точно знает, что нельзя вмешиваться. Те корабли, научные бурхады, в основном были бурхадские корабли на Земле, на Луне. Они стали подниматься в космос, но у них не было оружия, так как это были научные корабли. Они стали пытаться выходить на космическую связь с рептилоидами, но им никто не отвечал на их запросы. Соответствующим образом, единственный их выход был просто своими кораблями идти на таран, этим вооруженным кораблям, чтобы остановить это вторжение на какое-то время. Для того, чтобы дать возможность прислать уже флот Межзвездного Союза для борьбы с этими рептилоидами. На подмогу. В это время уже пролетел флот космический, и рептилоидов вытеснили из Солнечной системы. Потом, значит, они напали на... А за то, что Аштар Шран защищал нашу Землю. Аштар Шран, она сказала? Старший рам. Они пролетая мимо его планеты... Потом его скинули со скалы, который находился возле Сириус. Они решили по пути уничтожить его планету. И она тоже была уничтожена. Там много миллиардов людей погибло. Целая цивилизация расы была уничтожена, которая сейчас существует на огромном корабле. А у них сейчас корабль есть. Вместо планеты они сделали огромный корабль 60 километров в геометрии. Там тоже просто люди, как мы, такие... Ну, похожие на нас. Они похожи там. Антропоморфы. Антропоморфы, да. И, соответствующим образом, Аштар был в корабле, и он остался жив. Вместе со своей командой. Аштар Шран. Да. Я когда увидел Аштар, я думал, как Аштар. Вот. И у меня есть общение с ним, где он рассказывает обо всех этих подробностях. Потому что он сам участвовал в этой войне. Ему уже больше 15 тысяч земных лет. Ага. То есть он изначально... Срок их жизни немножко другой. Срок жизни... Да. Вот это бесконтрольно увеличимый пенсионный возраст. Вот до чего. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Хочешь прикол расскажи? Они только, чтобы разгонять туда позвали этого типа. Что-то он... Мишко. Надо кого-то позвать, чтобы его разгонять. Очень грустно. Очень грустно. Реально, он типа разгоняет, но очень грустно. Очень. Что такие Йети? Кто? Это мы. А потом нас убьют. Только оставшиеся тогда в ядерную зиму. Когда мы были людьми другого формата. А что, еще существуют с тех пор? У нас, кстати, на канале есть общение с Йети. Очень интересно. Блин, я быстрее бы к этому общению переговорил. Ты не можешь переговорить со всеми? Давайте мы сосредоточимся, наверное, на присутствующих. И на земле в то время погибли больше 55 миллионов человек. Вот он, вот он Аштар. Про него все знают. Это довольно известная личность у нас тут на земле. Так это же он же Иисус Христос, он же Иаштар Шеран, он же Иван Петров. Это духовное существо высшего сознания, один из вселенных людей. Ебать! Почему он командует флотом и там число вот прям вот так вот. Почему здесь 10 миллионов или просто очень круто выглядит, когда с ноликами. А сколько? Подожди, лям, да? 10 лямов? Я не знаю. Очень сложно посчитать. Сложно, так непонятно, очень много кораблей. Слушай, давай хорошее дело сделаем. Отредактируй, нахуй, кстати. Так, давай говори-ка. Максим, а ты не шаришь? Править рано? Ну, шарю, шарю, шарю. Править сверху справа. Так, править сверху справа. Право это где? Так, править. Так, 10, сколько тут? Ну, 10 миллионов. Надо просто более удобно сделать. Да, да, да. Ну и надо дописать что-то, ну, от себя тоже. 10кк. 10кк. Материнских... 10... Мелоне. Мелоне. Материнских ккк. Класс. Класса осень и весна. Вля, врикинь, как в песнях у Высоцкого. Так. Слушай, ты говорил про него много, знаешь, да? Ну, парочку фактов докинем? Да, изи. Каких? Лестница. Вроде по матери Леха звали. По папе Маше. Габче победила. Короче, возраст 28 тысяч лет, должность командующей космическим флотом и рассеянного звездного скопления Плеяды, штаб-квартира, которая находится на космической станции Шара. Под его началом находится приблизительно 250 миллионов ангелов света. Ха-ха-ха. 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 Это, блядь, мне прикинь гиперсука ведет на евангелеон по ангелам света. Ммм, но это, в принципе, нормально. Известный плакат, спасенная версия. Какая? Что? Значит, ты же понимаешь, что мы думаем, что ты робот? А, во-во, я же говорил, это же он и есть, Иисус Христос. Я? Да, да. А, так. Старший ран покиона нужен. Иисус Христос. Нет, Птага, его друг, такой вообще вофил, смотри. Жи пиздец. С кем поведешься, от того и наберешься. Как он мажется, да, от этой темы заметили? Буквально то, что сделал бы компьютер. А, нет, слышишь, вместе с Птагом и Иисусом Аштар противостоит разрушительным программам злобных ящериков. Опа, вот они. Ха-ха-ха. Ящерики-ярики. Злобные ящерики, запомните их, земляне. Вот против них они воюют и еще и проебали. Ха-ха-ха. Главное, не перегрузите Максима. Спасенная версия, что это? Блин, никак. А, они потому что воевали. С помощью любви пытаются помешать овладеванию человечества существами из темных миров. Угу, угу, угу. максим задеплоил тебя за щеку че началось блять сейчас будет про сейчас проявится есть есть еще слой nice реально путина can it be can it be так слухи о смерти появились слухи о том что появились в спид-инфо прочитали что якобы аштар шаран погиб за что убили аштара шарана вода 0 рублей газ бесплатный далее следует описание смерти из независимых источников 15 я по земному календарю один из лидеров вселенных людей штат шаран вместе подожди он а вот все понял с небольшим корпусом ангелов света и группой кораблей осень и было решено проверить что там происходит прибыв на место аштар установил что энергия исходит из пространства между тройными планетами юф-9 11 и 1 вращающимся по одной орбите данное пространство было невозможно просканировать так как планеты непрерывно вращались и по очереди закрывали обзор для сканеров и радаров было решено не дожидаясь подкрепления проверить на месте что там находится проникнув между планетами отряда что это было в ауто аутор вайлдс отряд аштара был поражен увиденным огромных размеров оружие впитывающая энергию из ядер трех планет находилась там и было на последней стадии строительства немедленно вступив в бой с охранявшим сектор наемниками а затем элитными отрядами ящерков их флотом ящериков точнее это вообще как они так называют не но не все все во вселенной ненавидит ящеров судя по всему они себе ультра хуевую репутацию заработали так аштару также нескольким ангелом удалось пробиться к ужасному оружию наполненную энергией преисподней это все ровно 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 как в игре по вахе которая была где-то матреть его лица стрелять надо от второго как надо называлась вархаммер болтган проникнув внутрь аштар и ангелы попали в засаду ящерков под командование местного лидера кац разгула блятожди это разные люди один разгул и ежей еврейский раз это википедия обсуждаем 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 это википедия какая-то странная недолго думал мгновенно испепелил все что было на его пути включая ангелов его собственные войска затем решил запустить недоделанное оружие чтобы покончить с подступающим подкреплением и станции шара всего это где-то там аштар шаран которого заклинать что это было бля так которого заклинание каца всего лишь ранило вступил с ним бой но было поздно оружие уже было нацелено и запущено это какая-то версия это какая-то версия лурки что ли вы еще помните была такая вики лурк бля так это да так это по-моему это какой-то из продолжателей ну да тут вот на уныние ведет вот на эту вот страничку унылое говно повергнув но не убив кац разгула аштар ага погоди вот что там было шар которого заклинание а которого заклинание каца всего лишь ранило вступил с ним в бой но было поздно оружие уже было нацелено и запущено повергнув но не убив кац разгула аштар шаран попытался отключить оружие преисподней но ничего не вышло тогда он решился на последний шаг перебравшись в направляющий конус раненый аштар направил всю свою светлую энергию прямо в выстрел энергии преисподней ужасного оружия соединившись светлая энергия энергия бездны взаимо уничтожились но ослабленный аштар шаран не мог создать достаточное количество светлой энергии для гашения выстрела и встав на его пути он погасил остатки энергии взрыва до минимума своей сущностью приближающееся подкрепление получило всего лишь несколько ожогов а до станции шара добрались небольшое темно добровалось небольшое темное пятнышко какой она темная пятна же страх же галактики что ли зачем заспорили так аштар шаран величайший из вселенных людей бля он реально был настолько лютый да настолько хороший пожертвовал с собой ради спасения флота своих собратьев станции шара и нескольких обитаемых миров на пути выстрела прочитал высера информация получена из нескольких надежных источников в том числе от самих вселенных людей захваченных ящерков а также вездесущих мариогозов интересно кто такие мариогозы официально вселенные люди не признают смерти одного из своих лидеров дабы неверующие не впали в уныние ну все как на земле так ну-ка мариогозы и даже не посмотреть вот они боевые люди кстати реально вот он причем я где могу до него добраться буквально рядом живу так ну ладно тут то все понятно в итоге уже были выведены заплащение достаточно быстро а также было уничтожено и динозавры там а большую а там большое количество мамонтов и других животных растений и земля уже после этого не вернулся им первоначальному виду она стала современную такой как умы и и соответственно для того чтобы мы здесь могли существовать мы а мы были вегетарианцы нам столько нету пищи столько нету и на нам гены изменили чтобы мы могли ставить солидаре вать до добавили пять процентов томисовский генов за счет бурхат бурхатский убрали пять процентов томисовский добавили мы теперь можем есть на и еще сократилось продолжить более того 6 в 6 10 раз а более того лучше поменьше поживу но вот бургер пожалуйста буду очень хотелось бы поконтактировать пообщаться с и выгоды сказали что присутствует здесь с нами а а кто понимаешь и дать даже припитем как ты сейчас начнешь общаться и на хочу рассказать свое впечатление так вообще все это начало происходить в моей жизни не вышел на ли спортсмен отработавшую в правоохранительных структурах не в государственной службе до человеку кнут я на тремя высшими образованиями так и тут приезжает ирина и я начинаю общаться с мид газка у сам с планеты если а я психолог сам тоже я уже на психолога учусь я юрист экономист психолог я учусь на психолог все самые провокационные на которые получают такие ответы что у меня я просто не понимаю откуда она может это знать правильный то есть ответ да не то что правильный прям в самого сексолог кинолога четко раскрывающий проблему к которой я обратился ну то есть условно говоря и я сначала думал что меня где-то разводит потом я начал читать с медицинский я люблю все читать я начал открыть медицинские справочники и там нашел болезнь шизофрения такая есть серьезно симптомы совпадают то есть это общение с голосами там туда-сюда ну как-то очень странно получалось что получается что я то ли заразился этой шизофренией и верю в это либо что-то со мной происходит не то я не что я четыре месяца общаясь я ну и меня произвели с детства вижу энергии там туда-сюда я думал что так все видят и я вижу его ну как я в голове то есть как фантазию как фантазия и я вижу как он перемещается где у как он в астрале она не спрашиваешь его я думаю да вижу где вот здесь то есть меня не проверяли смотрели там пристраивались ко мне я четыре месяца не мог нормально спать я думал что у нее какие-то там спецслужбы и проставили какие-то степы что меня кто-то проверяет что меня разводят что это моя вообще фантазии я вообще даже не в реальном мире нахожусь но за четыре месяца я узнал такое количество информации и столько проработал внутренних психологических проблем что я даже столько не проработал в институте сколько я там учился это я просто тебе рассказываю как медмит он же у нас ирина как он по профессии он биолог ксенобиолог биолог психолог специалист по инопланетной цивилизации да поэтому я это хочу очень сильно чтобы какому час задал любые вопросы тому кто находится рядом с кем я про с кем я уже живу три в три с половиной года я с ними каждый я с ними каждый день практически я могу задать любой вопрос я всегда получаю ответ они я не ни разу не было такого сам догадайся или там почитаю где-нибудь разжёвывать до мелочей так отлично давайте я готов по ответственность максимально а что нужно что-то как-то сделать или просто все он они здесь смотри и у нее стоят чипы при чем самое что интересное в детстве поставили один чип мы потом очень долго думали ставить ли другой чип я не имеем и мы тут еще не рассказали как она по как я увозил на контакты как она по планетам летала как она приезжала мне все рассказывала а я вот с такими глазами я не могу я ее везу на контакт я понимаю что какая-то ерунда какая-то и я точно понимаю что что-то не то что она приезжает как я была там на планете там вот это вот то 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 я еду на машине думаю блин макс куда ты вообще что это вообще что это такое как это вообще как это вообще могло произойти с тобой мы потом не согласовывали когда появился мид гаскаус был кирхитон и мид гаскаус больше никого не было и мы когда он появился начали согласовывать чтобы у ирины был лучший контакт с мидом там гаскаусом еще с другими представителями цивилизации и земных цивили ну земных мы согласовали поставить так но когда я ее повез на контакты когда она приехала это очень это это выматывает слушай это вот даже не передать эмоционально насколько все вот это вот было я книгу я я вот серьезного я книгу напишу ржать будут все кто будет считать потому что таких эмоций я не испытывал никогда и нигде и ни с кем отлично да потому что когда она каждый раз что-то какие-то изменения особенно после изменения чипов и и то выкидывает то она в омарок падает как раз это раньше шашар шарох ахтар ахтар шарш ах шарш ох сейчас шаршов новую теорию заговора про то как один короче психиатр начал расспрашивать шизофреников за короче голоса в голове до один из первых ему короче все эти отказывали больнички говорят не расспрашивай шизофрениках а голосах от их расстраивает он короче нашел своих шизофреников и начал у них расспрашивать и оказалось что голоса короче одни те же и говорят одно и то же и потом пришли к нему и говорят ты заебал типа не лезь не раз exile больше в натуре голоса к нему пришли и то что шизофреники это на самом деле просто люди которым при при плазмоиде присоединились на голову сели и мозги и сосуд а так-то это нормальные люди совершенно но это правда придох шоу это вот шутки которые в ней на полость отражались на я там себе передумал что она останется как конечно на всю жизнь там или еще что то там и были были моменты когда я вез контакта ей мы думали как заработать деньги дали за это реально единственное что там и короче есть такой факт что у шизофреников в натуре мозги высосаны при трепанации короче мозги у шизофреников которые 10 лет болеют 15 знаешь вот очень долго что они прямо маленький манки как орешек маленький ман как яйца как я ничего готова я написал вот если это правда тогда и про то что голоса на самом деле это не шизофрении а сущности потусторонние которые сосуд людей это тоже правда макси какой голос сказал пиво шлепнуть мой мой это был мой шлеп на шлеп на 0 как хочется вторую бутылочку это был такой разъеб и минут 15 где-то был счастливым человеком мне понравилось надо же как-то развивать эту структуру я точно понял что это мое предназначение моей жизни я уже все я уже все ответы получил и мы поняли что ирины было шесть каналов космоэнергетики я говорю ну раз у нас такая возможность давай полетим туда кто эту космоэнергетику передавал петрову самому целая сеть это же инопланетяне передавали каналы мы ирина давай к ним попросим кирхитона они тебя свой тебе тоже дадут и ты тоже будешь там за деньги людям каналы ставить лечить будешь людей за день чё такое прям и так никогда в доту не пойдем в доте за таких вот можно играть да а максим молчит или он нас проверяет на веру нашу я просто верю во всем полностью я просто не верю я это уже видел а это можно распечатать и вырезать типа билеты с я сижу с вами я сижу с вами базаре вам расписываю за всю хуйню у меня микрофон отключается у меня микрофон вздыхает ебать сколько он жил сколько он лет пять мне надо новый микрофон надо чтобы новая сущность переродилась микрофон здесь меня глушат да я говорю я не я эвакуироваться с вот этими не буду я узкоголовых ненавижу кстати что-то джо байн джо байден делает как представитель землян 3 обнимается с и штаром мы любим вас пока она ну-ну-ну-ну-ну-ну за свет за свет но он уже типа станет наоборот наоборот нет 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 за свет этот трамп вы видели этот последнее видео с же байдена где он на пресс-конференции насрал штаны серьезно да дошло до этого он здорово уже он адрес стал дико люто плея им шаре так командующий великим так так с девяносто восьмого года длится воксан эвакуационная готовность а почему меня не предупредили никто христос такой красивый вездец небесные друзья аштар господь шаран иисус христос как они связаны внимание для вашего порабощения начали начали адские ящерики выкладывать вас вас вещи чипы штрих-коды обменяют чипами что цель в скором времени чипами затравить всех людей и маркировать вещи ответ петиция вставить чипы в нас не позволим открывание сердца установить зло в себе предусердите новых людей но это все очень это очень все movie 2 а movie 3 тут чё прямо фильмами прямо кино слушай так много людей об этом знают не может же бывшего не одну и ту же шизофрении ой боже как он так юанон это самая сейчас распространяется ходовая да да вот эту картинку хотел чекнуть так весна осень вот такие кругленькие да ну симпатичные хорошая хорошая машина так вот эти вот они своих сердец почему-то нашим детям что-то делают не это не нравится так вот они если так вот делают тут короче развод какой-то пошел голограммы а вот сидит ящерок аналитик информатик блять у ящеров те же самые профессии аналитик программист входе вводящее существо труженик для дистанционной передачи данных выводящий по губам так ну да слушай да да ну звучит все очень-очень хорошо складно вот добрый добрый как из мультика просто квашена вот это у нее дойки за чё хочу к ней на планету а чё кстати с кругами на полях там типа сказали ну вот на самом деле фермеры делают на тракторе но это ж пиздёж бля конечно нет круги на полях тоже есть тикток где на поле оставили нарисовали короче залился нарисовали диаграмму типа днк человека там наше по местоположение они не отправили в космос до плитку шоколада на которой на было написано вся эта хуйня местоположение в космосе там днк там все дела и короче прилетели инопланетяне и такую же такую же плиточку короче нарисовали на поле бля прикинь такую же только про себя материнский космический корабль бля выглядит он пошло слишком гладкий это же с дизайнерами у них проблема реальная проблема дизайн отсутствует смешно выглядит как чайник летающий хотя может быть это красиво по меркам говноедов улетать не собирает мнение не коля останется здесь мы его я их завтра эвакуируемся бля мне завтра мне табачка оставьте и углей не за вас и посмотрела отдуваясь что-то за ссылки куда они ведут сама переключается еще в шоке ну ладно познавательно полезно так в итоге получилось нет нам отказали почему потому что сказали что мы пойдем в очень жесткий противовес уже существующим эгрегором космоэнергетики на планете земля то есть мы будем как никакой дополнение угры гормали а как противовес этим энергиям ей установили диадему энергетическую интересную штуку в которую встроили все каналы космоэнергетики и ее просто встроили в эти шесть все каналы космонавтики строили в эти шесть каналов ну чтобы мы не выпендривались как я говорю она может проводить эти энергии на мой каналы никогда нам когда я ее встретил мы должны были там мы им очень интересная история мы в лес в леса ездили там виду не живет там марина ее зовут ему у нее должны были остаться на день весеннего раза записаться на курс ящерка аналитика можно на скиллбокс . нет по промокоду аштарумри скидка 10 процентов но это был три года назад и мы должны были там остаться но когда она оттуда приехала у нее красный нос не глаз на глаз не попадает и вот так вот колбасит а я смотрю на энергетику она вообще вот такая все как салют серьезно мне такой щенка будто видели все это то есть у него прямо от нее вот такие вот прям брызги шли такие светящиеся я говорю ирины что странах не знаю поедем домой здесь нельзя оставаться в таком состоянии ты вышли состояние видишь вообще поехали мы пока ехали домой мне два раза умирала в машине она серьезно я еду она такая полностью белеет губы сохнут прям на глазах трескаются я понимаю что я везу с контакта ночью через лес умершего человека первая мысль знаешь какая была где лопата в показаниях а как я буду объяснять родственникам и и ну да и увозил и что происходило это один из поездов я немного раз возил на разные контакты и сидел ожидал но это это просто тебе раз надо потому что это для меня для меня этого ну честно даже стресса ну да да даже никому не передать какие-то эмоции ощущения были просто ну я хочу предостеречь нас если простая попытка удовлетворить любопытство ахшара приведет к каким-то страданиям какой-то боли мы не будем это нет у него никакие папы нет нет я про ирину ахшар стойкий парень нет ирина если что вот лопата хорошо так а с кем мы будем общаться выбирает смотри лишь и он не планета шимор он является специалистом по астральным пространством ну то есть по энергетическим взаимодействием есть мид гаскаут психолог ксенобиолог биолог может посмотреть твою энергетику может сказать где у тебя какие там проблемы есть внутри он изучает наш биологический у меня на больше не по себе вопрос а вот по окружающему миру виду да наверное да у меня вот такой вопрос есть что вот из-за того что тех технологий что у нас сейчас есть есть что то что нам дали принесли вот из последнего из там последние 100 200 лет потому что последние 120 как-то резкий скачок развития пошел технологические вообще всякие да вам давали надо есть такие технологии которые вам давали ну не вам контактуру но их давали в ментальном вида в ментальном образе и эти и эти знания потом уже привели к открытиям вашим вашим ваших законов привели к вашим открытием законов мироздания которым вы сейчас пользуетесь сформулируем да я поняла давали давали вам но не вам но не на руки а почему не дать на 1 прямую почему не появиться не объяснить вот мы вот такие вот давайте дружить мы вам поможем мы не злые вот все будет хорошо тут все дело в том что все и всеми технологиями можно пользоваться по-разному можно пользоваться для развития своей души и своей цивилизации в целом как совокупности душ а можно пользоваться для разрушения своей жизни и цивилизации в целом дело в том что любую технологию можно использовать как добро так и зло ну я сейчас говорю специально дуальными человеческими понятиями чтобы ты меня понял да я понимаю поэтому тот уровень технологий который есть сейчас на земле в данный момент он уже сейчас превосходит ваши этическо-моральные чивашек чивашек то есть вы сейчас ваша цивилизация в целом она уже не даже сейчас не можете правильно направить технологии на просветание всей планеты а не на то чтобы уничтожать друг другу так а когда мы станем готовы чтобы встретиться поговорить обсудить между контакте а массовом массовом всех на всех да есть условия массового контакта да есть условия массового контакта межзвездный союз которым я работаю что платят программу по которой массовый контакт становится возможным и желательно только в том случае если цивилизация готовится вступить в межзвездный союз либо в галактическую федерацию света но о вступлении межзвездный союз есть и и и и у массового контакта соответствующим образом есть условия цивилизация должна соответствовать минимум таких условий чтобы этот контакт произошел и был безопасен как для вас так и для межзвездного союза какие-то условия их несколько главные из них это отсутствие на планете военных конфликтов в течение пяти земных лет это невозможно это простое условие оно будет свидетельствовать не только о том что что на земле не существует там воины и гражданских и межгосударственных также это будет свидетельствовать о том что на земле вели в в общественное пространство международные и и местные законы которые учитывают ценность жизни каждого воплощенного разумного духа на планете земля может быть появление вот и прямой контакт наоборот поспособствует вот этому вот что люди перестанут боевать осознают что это сейчас не поспособствует потому что образ потому что образ вода во первых образ инопланетных цивилизаций у землян в большинстве случаев негативный за фильмы и фильмы это лишь следствие там идет образ еще после войны и 12 тысяч лет назад а который вам рассказала ирина в ваши мифологии и ирина подожди арина ирина это не аналии типа сейчас нами не ирина разговаривает а этот который сугус и гурнак блять из альфа центауры тоже это уже контент сознание из которых состоят ахуя не похожи с архетипы вашего бессознательного уже существует образ инопланетян как захватчик то есть потому что уничтожали земную цивилизацию именно инопланетяне и тем более одни из ваших создателей я вот например с планет из лет который не участвовала генетически в вашем создании а планета сил лет участвовала вашем создании и она же подняла понедленность полная зефира на все ваше существование всей вашей цивилизации и все это отложил до планета эклер в генетика психологической памяти ваша раз и для того чтобы вы смогли преодолеть эту психологическую родовую травму каждому человеку нужно растворять свои энергетические психологические блоки менять негативные убеждения на позитивные и приходить в осознанность восприятия не земного существа а галактического окно виртона дружба с рептилонами который учитывает интересы развития своего духа конечно же ты можешь сказать что к этому может можно прийти через религию но ты видишь что на земле существует много религий существует много верующих людей в разные формы религий которые через их пророков и учителей да на заповедь не убей там не укради но катаклизмы убийства и жестокость и несправедливость на земле продолжают значит дело не в религии а во внутренней особенности каждого человека это только первое условие он просто говорит от отсутствие военных конфликтов второе условие это уважение жизни человека с момента зачатия причем во всех странах короче без абортов аборт ты понял уважение к жизни человека с момента рождения момента зачатия потому что в момент зачатия уже даже не дух да это потому что третий условие это отмена смертных казней за любое преступление а вот это странно то есть это тоже уважение жизни естественное решение возможности находиться воплощенному духу в теле за любые преступления должна быть отменена смертная казнь это третье условие четвертое условие это создание таких правительств до таких правительств планеты которые будут принимать законы с реальной заботой о каждом человеке они только об представителях какой-то начался пиздеж пока очень хорошие условия я боюсь что сейчас вертолеты миллион долларов четвертое условие это уничтожение особо опасных видов вооружения а шкор как где шутка и других видов оружия наш знак нормально это как раз то что в состоянии осознать и еще начало очищения земли от всех видов загрязнений которые влияют на экологию начать заниматься заботиться земли земле так уважит уже оружие почему да но у нас уже в межзвездном союзе не существует 15 миллионов то есть вот 12 тысяч вообще я верю потому что едино в начале всех разговаривала вы их складно все что надо по делам или их запинок как только вылезет контактер начал это хуйню запинаться ничего не понимают контакте перепись давно было да да миллионы тысячи ни черта не понимает не существует войн с момента создания межзвездного союза а на хуй оружие и та война которая была развязана планета и силбет и когда в нее вступили другие цивилизации они вступили только с целью остановить эту планету цивилизацию и силбет был изолирован на своей планете были прерваны все контакты с ним он был исключен из межзвездного союза время временно потом на той планете шла к власти другая политическая группировка которая осознала все что все преступления которые они совершили наказали виновных силбет возьмите пожалуйста у меня рекламу и вновь попросились принять их межзвездный союз что произошло через 250 лет после их выхода но произошло только лишь потому что на энергетическом и духовном уровне они осознали все последствия с выбором соответствующим образом есть да еще одно условие это создание положительного образа инопланетян в средствах массовой информации фильмах и так далее стимур не пишет могу тебя взять только на планету для меня как своих друзей и братьев да из звездных братьев которые желают равноправного сотрудничества с вами в нашей галактике чем мы сейчас и занимаемся да и кассиопея является как раз вот мы сейчас говорит тем проектом который создает да который не просто создает образ положительных инопланетян и передает от нас информацию об истории межзвездного союза об истории земли но и также является проектом в котором каждый желающий человек может научиться общаться своей духовной частью повышать свои вибрации и жить по космическим божественным законам находясь своей семье на своей работе чем он сможет значительно улучшить свою до свой уровень счастья и духовного развития и в том случае если земля достигнет этого уровня развития и будет предложено вступить в межзвездный союз это еще должно захотеть то и за это должны еще проголосовать большинство землян которые уже узнают о нас и если ваша цивилизация примет такое решение вступить межзвездный союз в этом случае земля будет интегрирована в наше межзвездное пространство будут разрешены межзвездные путешествия всем землянам также будет возможно жизнь из других планетах также будут строительство городов биороботов которые есть у нашей цивилизации передача будет всех технологий все плюшки и межзвездных и медицинских и все что доступно межзвездному союзу и культурных особенностей всех раз до галактики млечный путь и всех два ваши школы будут приведены к стандарту образования когда ваши дети смогут получать знания духовном мире и о плазмоидных мирах прямо в школе пишет а там есть не некой девочки я кошка жену хочу я читаю там есть не адекват очки думаю нахуя нахуя ему это надо так сколько у нас осталось бля 7 минут надо 7 минут добить еще и погнали на планету силу крот есть такой момент когда планету дота 2 планета дота 2 она это будет вынужденный вынужденный быстрый контакт для урегулирования определенных с кем сейчас одна из проблем которые может возникнуть на земле залиться начал при ядерном конфликте они вмешаются они не дадут уничтожить землю я доверяю последний год у меня действительно последняя надежда на то что если вдруг начнется по большому сюда надежда на чем потерялся единство то что эти тарелки сравнившие все взмоют в небо и короче как супермен раздолбят все в воздухе и такие так стоять на я такую эвакуация мы короче близкие контакты в этом плане да я думаю мы до этого не дойдем я надеюсь вот сейчас лишь он не говорит сейчас он хочет тоже сказать дело в том что ваша цивилизация хотя вы ибриды но она считается вполне самостоятельной цивилизацией космосе и поэтому вы должны пройти сами путь отказа от всех негативных проявлений вашей цивилизации и только тогда вы станете готовыми к приему в космическую семью где уже этих негативных проявлений собственные эгоистической структуры уже нет наше правительство знаю а почему и молча вот я просто хотел что говорить то что они не могут доказать ну тогда правительство будет болеть шизофренией вот я к чему и веду мы когда с ахшаром в принципе эту затею данного проекта обдумывали мы прекрасно понимали что столкнемся с определенным порицанием но хотя бы из-за того что мы выводим в широкое общественное поле довольно специфический дискурс и а сейчас мы как он аккуратно обходится поговорили и в принципе рассуждаем но они не прогадали я написал мать и ставка была сделана абсолютно точно скепсиса да очень много скепсиса по отношению к данной проблематике и поэтому меня два вопроса во первых почему тогда эта информация так скрывается порождая такое недоверие тем самым и второй а как вы справляетесь с окружающим вас скепсисом к нам вопрос да да давай расскажу что меня как человека очень разностороннего и поработавшего в разных направлениях и в разных структурах на на сколько высших напомню уронишь 3 1 за время выпуска он произошло вот это все опять же это же не просто так произошло я же там находился в разных ситуациях своей жизни и девяносто пять или девяносто восемь процентов всех людей которые меня ждали носты и конечно были уже меня старший ран что я наркоман что я что-то употребляю что у меня поехала крыша что с ним лучше вообще никаких дел больше не иметь а я даже бляжи бизнесом занимался и разные там моменты морду говорит бля макс это лысый чел это я в будущем самый бывший мир я боюсь это же контактер а ты знаешь вот сейчас когда 13 летними когда я нахожусь в том поле в котором они передают эту информацию если я не знаю если это пикча чисто как мема ты уже и 10 тысяч лет вот конкретной картинки это на самом деле абсолютная правда на урал надо заехать это буквально как выглядит вот первым один в один без хуйни в том поле в котором люди другие получают информацию от них же да мы же их обучаем этих людей я четко понимаю что я готов пожертвовать абсолютно всем ради того чтобы еще раз то же самое произошло со мной я настолько кардинально поменялся в себе я настолько кардинально изменил свои убеждения я настолько начал по-другому смотреть на всю свою жизнь на то какие первоочередные задачи я по-другому отношусь к деньгам я по-другому отношусь к людям конечно когда это хуя стало я понимаю как она устроена то есть это знание сделало тебя лучше получается как человек я готов лишиться всего того что было тогда не 90 100 процентов чтобы еще раз пройти этот и стать тем кто и есть я каждое утро просыпаюсь и я понимаю что я благодарю бога создателя я благодарю окружающей цивилизации которые рядом со мной находятся я понимаю какие цивилизации чем занимаются я благодарю кураторов и наставников которые дали возможность мне быть руководителем этого проекта у меня реально есть алтарь на алтаре собраны все мои внутренние религии я себя причисляю христианского религиозному эгрегору потому что я там воспитывался розыгрызался то есть я я частью своей полностью принадлежу этому эгрегору но помимо этого эгрегора у меня есть там иудаизм если мусульманство и там есть иудейство я понимаю что такое тора что такое законы как они устроены потому что три с половиной года я живу в мульти религиозном понимании структуры ладно его что происходит вокруг меня конференции постоянные съемки в проекте возможно не ограничить людей в этих знаниях можно их дать всем хотя это очень опасно вот как раз об этом вопрос если эти знания в широкий доступ поступят и их скажем так легализуют легитимизируют то это почему это не сделано потому что нарушится какие-то общественные конвенции или по каким-то еще причинам потому что смотри конвенции это режим микро это микроволновка слуга стали духовки когда она на север ванил государство и тогда когда религия встраивалась государство она четко подстраивалась под законы каноны самого государства наше государство существует на определенных законах и теория на науке научное обоснование всего что с нами происходит доказательная база доказательная база и все все прекрасно понимают все понимают что эзотерика существует все понимают что там духовный мир существует те кто в него верит но доказать или кого это невозможно поэтому в государственной структуре по конвекции так он искал конвекции вы нахуй слушайте вниматочник утром и говорите спасибо благодарностью мы хотим сказать вам рахмет рахмет за эту беседу за то что приехали большое вам маму ебал мид гаусска спасибо я надеюсь передайте привет спасибо вам большое было действительно очень интересно но больше эмоция это тревога за то что я не могу охватить весь объем информацию было бы видео ни разу не посмотрел в камеру только жалостно смотрит на ахмеда ахмадова ашхара ашхара ахаха но слушаем час двадцать час за 0 бля что надо да выплеснули все когда это мне сейчас 20 меня поощрением это смотрим день 4 ну блин и это конечно жесть то что они вот прямо знаешь прямо вот именно лютую такую вот серединочку шизофрении расписали они что-нибудь такое реально почему не спросили земля плоская или нет но вот чисто база южный полю существует конкретной теме а северный а где фотки тогда блять его где фотки полюсов сука вот то что фото полюсов нет это все еще это сразу